Обычно фоторезисторы, резисторы сопротивления которых изменяются в зависимости от освещенности, применяют только для определения наличия или отсутствия света. И это правильно, так как посмотрев на его параметры, можно увидеть огромные допуски. А на графике зависимости сопротивления от освещенности имеем вот такую вот широкую линию. Но всё же, можно ли его использовать как первичный преобразователь для измерения освещенности там, где точность не особо важна. Сначала подключим фоторезистор Комметру. В туманную погоду сопротивление моего экземпляра примерно 1,5 кОм. Если закрыть его рукой, то оно возрастает до 500 кОм, а при ярком свете фонаря падает до 100 Ом. В документации присутствует такой параметр как гамма. Это отношение десятичного логарифма отношения сопротивления при 10 и 100 люкс. К такому же десятичному логарифму отношения 100 люкс к 10. Таким образом, зная коэффициент гамма, сопротивление фоторезистора при 10 люкс и сопротивление при неизвестном значении освещенности, можно легко вычислить оставшуюся неизвестную непосредственно значение освещенности при этом конкретном сопротивлении. Подключение простейшее. Последовательно к фоторезистору припаиваем резистор на 10 кОм. Среднюю точку подключаем ко входу АЦП. Оставшийся вывод фоторезистора к минусу и оставшийся вывод постоянного резистора к плюсу. Таким образом, создаётся делитель напряжения. И при изменении сопротивления фоторезистора, при изменении освещенности, будет изменяться и распределение напряжения между плечами делителя. Создаём нужный проект. Выбираем нужный микроконтроллер. В моём случае это 138T6. Включаем отладчик Sys Serial Wire. Но я выберу Trace Asynchronous SW, так как у меня переделанный ST-Link. Разрешаем использование внешнего кварцевого резонатора и настраиваем частоту тактирования на 72 МГц. Включаем нулевой канал АЦП и выставим наибольшее время преобразования, и для этого выбираем наибольшее количество циклов. Настраиваем PDP и включаем режим Secular, циклический. Включаем тактирование четвёртого таймера и настраиваем частоту на 10 Гц, то есть период 100 миллисекунд. Включаем от него прерывание. Произвольное имя набор инструмента в MDK ARM и генерируем код. Создаём глобальные переменные. Сначала это переменные для значения сопротивления фоторезистора, далее две вспомогательные переменные для промежуточных расчётов и непосредственно переменные для значения освещенности. Также нам понадобится несколько определений, а именно сопротивление верхнего плеча, сопротивление фоторезистора при 10 люкс и коэффициент гамма. Также понадобится массив, состоящий из одного элемента, куда будут записываться оцифрованные значения САЦП. Он 12-разрядный, значит 16-разрядной переменной хватит. И ещё вспомогательная переменная, которая позволит обойтись без задержки Hull Delay. Запишем callback функцию прерывания от четвёртого таймера. В ней будет выставляться значение переменной SCH100MS равным 255 каждые 100 миллисекунд. Сделать это можно также непосредственно в обработчике от прерывания. Перед тем, как использовать АЦП, его необходимо откалибровать. Для этого запишем соответствующую функцию. Также настроим работу АЦП с PDP. Запускать сразу преобразование, как здесь, не обязательно. И также запускаем четвёртый таймер, который будет создавать прерывания каждые 100 миллисекунд. В главном цикле запускаем АЦП. Теперь, зная падение напряжения на фоторезисторе, можно определить его сопротивление. Так как напряжение питания известно 3,3 Вольта, как и сопротивление верхнего плеча 10 кОм. Далее остаётся выполнить вычисления согласно ранее найденному выражению. И делается это в несколько этапов для наглядности. Также стоит обратить внимание на то, что лог – это натуральный логарифм. И чтобы получить десятичный логарифм, домножаем на 0,42. И, наконец, возведение в степень. Для этого используется функция ПАВ. Теперь, чтобы эти все строки выполнялись один раз в 100 миллисекунд, запишем условие. Если эта переменная положительная, то выполняем строки и в конце присваиваем ей значение 0. По умолчанию она равна 255. По завершению работы станет нулём. И выполнится заново, как только в обработчике прерывания она выставится равным 255 опять. Всё подключено. Можно и зайти в режим отладки. Также я добавил строки для передачи значения через UAP и вывода их в терминале. Запускаем отладку. Добавляем все переменные в окно Watch 1 и убираем 16-ричное представление. Запускаем работу. Если всё правильно подключено, в окне можно наблюдать результат. Но гораздо нагляднее посмотреть в логическом анализаторе. Здесь солнце плавно выходило из-за облака, и освещенность плавно возрастала. А после оно было перекрыто новым облаком, и освещенность плавно падала. Просмотр в терминале также очень удобен из-за быстроты работы. И ещё одно испытание. Фоторезистор помещён над источником света светодиодной лампой. И если теперь строить график зависимости вычисленной освещенности от времени, можно заметить некоторую периодичность. А связано это с тем, что данная лампа имеет плохой блок питания и мерцает. Причём даже, несмотря на относительно низкую скорость изменения сопротивления, мы можем заметить эти пульсации. Также, используя известный Bluetooth-модуль GDI23, можно удобно передавать показания прямо на телефон. Здесь они выводятся совместно с показаниями датчика телефона, что очень удобно для сравнения. А прелесть в том, что мы можем создать приложение в том же конструкторе AppInverter и передавать только сырые значения с АЦП, а тяжёлые математические вычисления выполнять с помощью телефона, для которого это не проблема. Таким образом, быстро было создано несложное приложение. Здесь можно видеть текущее сопротивление фоторезистора, 800 Ом в пасмурную погоду. Расчётное значение освещенности примерно 4000 люкс, встроенный в телефон-сенсор показывает где-то 6000. Но при этом его показания очень сильно зависят от положения, так как чувствительность датчика очень направлена. Если полностью закрыть фоторезистор рукой, то значение приближается к нулю. Реакция на резкие изменения адекватная. Благодаря тому, что почти в каждом телефоне есть сенсор освещенности, с помощью его показаний можно производить калибровку. В общем-то, в диапазоне примерно от 0 до 1000 люкс, фоторезистор показывает очень даже приемлемые результаты. При дальнейшей же увеличении освещенности, сопротивление его становится очень мало. И крутизна кривой, определяемая коэффициентом гамма, становится недостаточной. И при ярком источнике света получаются сильно заниженные показания. Также была создана несложная модель фоторезистора, которую можно скачать на 3D-контент. Или без регистрации по ссылке в описании. Цифровые датчики для измерения освещенности стоят несколько долларов. Цена одного фоторезистора при покупке 20 штук примерно 3 цента. Конечно, использование такого неточного компонента для измерения освещенности не сравнится с точными измерительными приборами. Но в некоторых ситуациях наличие показометра грубого измерителя освещенности может быть реализовано даже с помощью такого простого фотосопротивления.